Честно скажу, вот если бы эта история получила огласку без моего участия, первое, что бы я сделал, подал в отставку и никто бы меня не остановил. Но так как я переживал, искал сам, вынес эту историю как только мог, поэтому вопрос откладывается. Но я вам скажу, что в данной ситуации у губернатора еще более щекотливая ситуация. В принципе, это он его назначил начальником областной службы хосписа. И они понимали, что делают, что они его отсюда уводят, забирают под себя и так далее. То есть, и когда я звонил губернатору, я ему сказал именно об этом. А, лучше бы вперед выйти. У меня буквально одно предложение, я не хотела сказать, что из конференции. Заявление Евгения Вадимовича Ройзмана об известном исчезновении его знакомой жительницы Екатеринбурга действительно поступило в полицию 15 июля, оно зарегистрировано. Единственное, что бы я хотела дополнить, оно было приобщено к материалам разыскного и уже уголовного дела по факту безвестного исчезновения и убийства этой же гражданки, которое было возбуждено намного раньше. То есть, по нему уже работали сотрудники главного управления МВД России по Свердловской области. К разыскному делу было на 15 июля уже больше месяца, а уголовному делу по факту убийства уже было около двух недель. Пожалуй, это все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...